друзья мои всем доброе утро у нас девочки утро 5 утра что сегодня выспалась проснулась девочки в 4 часа полежала-полежала вставать кушать захотелось может быть печку растопить но он еще спит спят так что решила приготовить завтрак на завтрак девочки что у меня на завтрак у меня уже посмотрела видео достаточно на ю тубе почитала комментарии девочки и мне так захотелось на один комментарий ответить так захотелось девчонки я буду вставать умываться одеваться растоплю печку включилась обычно нет желания включаться так рано утром не хочется разговаривать хочется тишины тут что-то прям сегодня захотелось не включить а комментарии девочки бы по поводу марины написала елена пушкина написала девочки такой комментарий в общем что что якобы муж мой мой детей любит больше мы поступили безответственно по отношению к марине не дав ей образование отпустив ее в вольное плавание вот так девочки такой вот смысл в комментариях не дословно я вам пересказываю но это ее мнение вот я значит прочитала и голове кучу кручу вспоминаю себя значит вот приехала девочки я отучилась мне 18 лет я тоже как бы пыталась пыталась устраивать свою жизнь до устроилась на работу первый жених как бы вроде самостоятельная жизнь мне нравилось меня устраивало все как бы да и моя мама допустим могла мне дать какие-то советы держать меня на привязи и не знаю девочки но вот как как можно как говорится человека посадить заставить силой учись ну не знаю я могу конечно так стрихануть хорошенько по-разному нас было и и так и сяк как говорится и по-доброму и по-плохому но все человеку 18 лет я тоже когда встретила мужа и получается ну приехал к матери рассказала и поставила ее как бы известность вот я вроде как бы собралась жить ну не мать что она мне сказала подумай хорошо подумай человека двое детей как взрослый ты вроде девятнадцать лет ну как как бы вроде как отговаривал но я девочки имела свое мнение и все решила и и решила и с тех пор мы живем 20 лет и слава богу так что а про образование про образование тоже думала образование важно да важно вроде вроде как а с другой стороны она не всем нужно может быть у кого-то может быть у кого-то без образования вообще жизнь не складывается а у кого-то лучше лучшего складывается так что ну что судить это ее жизнь она уже как бы не маленькая я ее не могу привязать возле себя на привязи и сказать дочь тройка ты вот вот это вот это делай нет так что себя вспомните могли ли вас удержать силой лично меня нет у меня было всегда свое мнение и как бы с детства имел можно было послушать какой-то совет но сделала бы все равно по-своему до меня мать отговаривала я говорю что с мужем отговаривала как-то объясняла не судьба девочки судьба значит вот такая вот мне жить с мужем моим любимым и растить детей наших так ну вот замешала я тесто тесто манки девочки насыпала не знаю на глаз нацы поломанку два яйца солите не стала что такая консистенция у меня получилось хорошая сейчас я буду жарить оладушки у меня на печке стоит каша печка вроде бы растопилась у нас вчера баллон кончился муж переставил новый баллон полный замечательно можно дальше жарить кстати кто-то говорил кто-то говорил в общем что у нас баллоны не будут заправлять не знаю девочки мы поставили получается запасной баллон запасной баллон поставили уже получается больше нет машина не работает вот надо как-то как-то вот все не проснулась и все у меня в голове крутится что надо сделать а много всего надо сделать вчера планы строила мне хочется здесь замерить в общем линолеум новый постелить не знаю мне сегодня на приемная поеду поеду на такси поеду ближе к обеду ближе к обеду и там недалеко магазин посмотрю может быть линолеум выберу сегодня встала вроде как бодра вчера девочки проснулись пять часов пять часов и я целый день я просто целый день как не знаю как ходила как зомби пока что я бодра но ну до определенного момента потому что легла я тоже как бы поздненько часов 12 проснулась 4 4 не было почти четыре было так что вот уже хочется кушать сейчас нажарим оладушек не будем завтракать девочки мои оладушки а я еще хотела образование сказать девочки написано в комментарии что без образования и будет тяжело у нас жизни девочки бывает и с образованием тяжело так что я не знаю мне в моей жизни тяжело я бы не сказала что мне было тяжело в любой моей ситуации любой живя с мужем ухаживая за больной матерью за старой бабушкой мне не скажу что прям было как бы тяжело физически морально да это со временем не сразу ближе уже ближе смерти когда бабушка стала тяжелой тогда да тогда мне было тяжело так что у каждого девочки своя судьба своя судьба у каждого как говорится свое понимание жизни кашка греется как человек себя настраивает какой он на подъем легкий или тяжелый так он и будет жить по жизни если человек легкий по жизни и ему в этой жизни легко так что пусть как говорится попробует устраивать свою личную жизнь я надеюсь у нее получится и будет все хорошо готовы девочки мои рыбные оладьи у меня каша вчерашняя вечером варила и чаек с лимончиком так что я буду завтракать кто кушать приятного аппетита буду пробовать оладьи я с такой консервы еще не делала кстати я делала с консервы без овощей так что я думаю вкусненько они у меня правда так поджарились но камера еще так показывает что они как будто зажаристы девочки вкуснятина позавтракал девочки оладушки вкуснятина я сейчас хожу и думаю и думаю включусь договорю вот сцепились девочки в это образование образование самообразование самое главное я считаю они вот этот узкий профиль когда человек учится на хирурга на кого-нибудь директора там ну я не знаю ну любая профессия которая требует высшего образования да вот высшее образование получить столько лет надо учиться да допустим ну вот она у нас поступила получается на воспитателя но не к душе и ей не хочется ну что она должна себя вымучивать мучиться ходить как говорится через силу но не хочет человек вот я девочки с детства с пяти лет мечтала выучиться на швею я выучилась на швею да в процессе когда я училась да мне нравилось мне нравилось шить я очень много шила у меня было много много одежды кукольная я очень долго играла в куклы и много шила рука ну руками у меня хорошо получалось мать говорила что вот тебе надо учиться на швею ну выучилась девочки я и получается я не потеряла время зря потому что швея это такая профессия которая нужна жизни нужно в жизни может не нужна может понадобиться вот допустим я свои навыки не потеряла я умею шить допустим да много чего делать руками могу и но у меня нет машинки у меня нет особого желания прям такого вот чтоб я раз как говорится сегодня прям побежала купила эту машину и начала шить у меня такого пока нет у меня есть желание до купить хорошую машинку там мечта можно сказать может быть когда-то я куплю и потихоньку буду шить что-то так вот чисто для себя рукодельничать потому что я ходила на кружки занималась рукоделием я это умею делать вот самое главное в жизни я считаю для женщины ну многие женщины которые выбирают карьеру да они начинают это понимать уже так годам ну кто-то раньше кто-то позже ну годам сорока может быть даже я не знаю даже не все это начинают понимать ну может это в глубине там осознают понимают да что самое главное в этой жизни семья дети и реализовывать себя как женщину не каждой женщине удается вот найти хорошего партнера который тебя будет любить как говорится делать для тебя и ты для него будешь делать у нас тоже по-разному тоже по-разному в нашей семье но слава богу слава богу мы живем воспитываем своих детей как бы это дальше становится как бы сложнее да вот когда ребенок подрастает вначале кажется легко кому-то изначально нелегко кому-то и одного ребенка тяжело воспитывать у кого-то их 10 этих детей и они их воспитывают с легкостью у каждого по-разному и еще еще зависит зависит в общем от чего зависит но когда два человека живут и как бы идут они вместе рука об руку и в одном направлении смотрят но у нас вот такого получается нет и про любовь вот вы написали да что отец любит больше детей в чем это любовь проявляется любовь его проявляется в каких-то балованиях о покупках вкусняшек и ну я считаю что если бы допустим каждый родитель да вот так вот занимался таким воспитанием и так любил своих детей покупал и позволял все что как говорится твое дитя не попросит у нас бы наверное все бы дети были избалованы и вырастали бы непонятно кем так что раньше раньше как говорится ну взять вот мою маму бабушку допустим моя бабушка работала дояркой 40 лет проработала и она получается ну и некогда было заниматься воспитанием дети росли сами по себе это сейчас как-то вот ой да вы не занимаетесь воспитанием детей там ноги там какую-то семью допустим тычут лезут да говорят а как раньше жили вот так жили людям приходилось работать физически тяжело сейчас все за образованием гонятся образование это важно да не важно не важно потому что сейчас вот на данный момент в нашем мире да ну что такое образование ну получит это образование потратишь ты это время да допустим там 5 там 6 7 10 лет и пойдешь уборщицы работать так уж я грубо как говорится да но не устроишься ты в жизни ты не сможешь вот сколько людей выучилась на юристов но не все же юристами работают но у кого-то не получается даже имея образование они не могут устроиться в жизни а самое главное девочки в жизни устроиться устроиться чтобы тебя как говорится все устраивало чтобы тебе нравилось что ты был счастливым человеком самое главное то счастье но это мое мнение так что пишите свое девочки потому что много писали а самообразование это главное главное главнее мне кажется надо себя как говорится внутри воспитывать быть человеком человечным и люди к ней потянутся так что девочки вот такое мое мнение я на этом с вами попрощаюсь такое было мое утро пишите свои комментарии потому что я наболтала уже выложу с утра вам такое видео вот и пишите вы мне свои комментарии как вы считаете ваше мнение буду очень благодарна вам так что всем пока пока и хорошего вам денечка